Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И я вам говорю, здравствуйте, я Инесса Берзиня, Родион Золотарев сегодня за операторским пультом, наши телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9 и на портале mixnews.lv. Мы ждем ваших вопросов и комментариев об услышанном. И, насколько я понимаю, у вас есть какие-то ответы по поводу тех заданных на предыдущей программе вопросов, или я ошибаюсь? Пока не звонят, конечно, можем просто сказать. В прошлый раз у меня была такая критика, касающаяся двух дворов на Ницгалес-11, Ницгалес-13, я их даже записал в адреса, задал вопрос, мне даже потом проверил и фотографии, и все остальное. Оба двора в очень хорошем техническом состоянии. Возможно, там есть какое-то недоразумение, неправильно названный адрес, я сейчас так говорю, там, возможно, это Дзелзова-38, и там прилегающие, касающиеся поликлиники, Ницгалес-5. Но там есть много частных земляных участков, которые тоже жилые дома функционально, и к ним привязаны. Поэтому там надо тогда четко понимать критику и в какое направление. Потому что уже ремонтные работы по этому году, по внутрикварталам начались, и погодные условия препятствуют этому. И мы надеемся, что то, что обещали на этот год, около 100 адресов, которые в этом году будут, но они будут сделаны. Так что то, что касается Ницгалес, возможно, там есть какие-то недоразумения. Если тот, кто задавал вопрос, еще нас слышит, тогда, может, надо это уточнить. Так, и напомните адреса, допустим, тех дворов, которых предполагается сделать. Ну, что, я не напомню. Не-не-не, я имею в виду, где их можно увидеть? Это интернет-сайт Рижской Думы, соответственно, где есть исполнительные дирекции. И, ну, по исполнительным дирекциям Пардолгова или Земель, или Центр, или Латгальское предместие. То есть там можно посмотреть все это. Список тех подресовок? Список, конечно. Они уже, не знаю, два месяца уже там поставлены. Так, принимаем вопросы в звонке. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я к господину Америксу третий раз обращаюсь. Я живу в Залитуде, рядом с гимназией этих северных языков. Да. И там стояночка. Я уже слышал, я это передал. Вы в прошлый раз тоже звонили, касающиеся Земли Львовской. Да, когда только ваши, извиняюсь, что перебиваю, приезжают, у него будто кусают какие-то насекомые. Он хуже и хуже. Он вообще уже заполонил всю площадь. То есть, ну, как бы боремся за «Желёную Латвию» по телевизии не вижу, а автомобили вытаптывают газоны. Ну, как-то нестыковка. И про Ленёвку я говорю. Там, когда дождь, там вся дорога залита, которая ведёт в школу. Потому что там она забита, эта Ленёвка. А он ещё делает хуже, усугубляет. Вся земля с бывших газонов смывается туда. Спасибо. Да, хорошо. Ну, земли в этой гимназии посадили 4 года назад 20 яблоней. То есть, это тоже такой вклад в благоустройство. Это территория Поленёвки. Я отдам задачу, чтобы проверили. Ясно. Следующий звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Господин Амелев, будьте так любезны, подскажите, знаете, по принципу, что у кого болит, то, тот заговорит. Я 4 года стою на очереди на социальное жильё. И, как говорится, меня подпирают судебными делами. Вот скажите, как дела обстоят социальным жильём? Вот на данный момент у меня там 500 с хвостиком. 500 с хвостиком? Вы однокомнатные? Однокомнатные, да? Вы знаете, ну, я уж не знаю, я одна, одинокая. Это да, однокомнатные, конечно. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, будьте так любезны. Спасибо. Спасибо. Ну, 500 с хвостиком – это, думаю, два года. То есть мы в этом году нагло у нас улицы сдаём, это на Латгальском предместе, сдаём социальный дом, если правильно помню, 140 квартир. Там будет и дневной социальный центр, там практически все одиночки. Это новое здание или это уже просто ренадир? Это было здание общежития, то есть она существовала, мы её полностью сейчас отремонтировали, всё там переделали, и там, ну, как я сказал, это для… Это от чего отличается социальный дом от муниципального, сразу будем говорить так. Во-первых, есть так называемая муниципальная программа, и это касается тех людей, которые живут в денационализированных домах, которые, скажем так, инвалиды, которым… Многодетные семьи, и которым, в соответствии с законом, полагается самопределенческое жильё, вот то, что мы строим. То, что мы построили, скажем, последние межрозыщие улицы, это на Болдырае, то, что строено в Улброке, то, что строено, ну, скажем так, в многих местах в ЗЭПной аккаунсе. Там получают вот эти почереди, примерно 4,5 тысячи сегодня семей стоят, вот, которые имеют право получать муниципальное жильё. Это обыкновенное жильё, где ты платишь, соответственно, все коммуналку, всё, что касается и содержания дома. Ну, единственное, что ты не можешь приватизировать её. Это уже тогда ограничены твои права. Вот это одна, скажем так, одна программа. Другая программа – это уже помощь социальная тем людям, которые нуждаются в помощь, малообеспеченные, одинокие пенсионеры, инвалиды. И там есть другое. Там им не надо практически, они никакую аренду, ничего не платят. Им оплачивается практически половина всех коммунальных, больше даже половины всех коммунальных расходов. Ну, и там дежурные внизу в этом доме, если надо что-то помогать, или это немножко другая ситуация. Ну, вот, и касается этого, ну, мы сейчас большой акцент также ставим на эту социальную помощь, потому что мы понимаем, что есть урежание, которое нуждается в этом. И у нас план сейчас такой, что мы аглу у нас будем сдавать как 140 квартир, и потом будем строить ещё три дома, там же, где вот эти муниципальные дома, на межрозы, это улица, это Балдырая, там будет три социальных дома ещё. Таких, как Иманская восьмая линия, которую мы сдали ещё, ну, скажем так, полтора года назад, где тоже было 300 квартир. Ну, строительство этих трёх домов, это сколько пойдёт примерно времени? Ну, я говорю, это два с половиной года примерно. Ну, то есть шанс такой. Тогда есть, да, тогда есть шанс, если там по-другому не подвинется. Да, ещё звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот Грегора-4, да, подъедьте, посмотрите. Тут установили мусорную площадку, огромное количество стоит, огромных два мусороконтейнера, потом... Это что, многоэтажный жилой дом? Я сейчас так сразу не могу сказать, что такое Грегора-4? Грегора-4, да? Что это? Это большой многоэтажный жилой дом, что вот? Да, да. И установили такую площадку, как мусоросвалка, да? И вот лежат здесь и баллоны, и мешки, месяцами набраны там листья, да? Теперь сегодня, смотрю, и контейнер подогнали, да? Теперь убирают, несколько месяцев это всё лежит, везут сюда всё, что хочешь. Асфальт разбили. Что мы должны это строить? Если вы площадку установили, так облагородьте, трава не растёт, да? Машина наставлена так, что мусоровоз подъезжает и по полчаса сигналит, подъехать не может. Мотор ревёт, стены дрожат. Вот. Понимаете, я уже в депрессии от такой жизни. Он как закидывает эти контейнеры, пыль идёт на балкон и в квартиру, и в окна. И, понимаете, на нейтральной территории, пожалуйста, установите. Озелените эту площадку хотя бы, заасфальтируйте хотя бы эту дорогу, да? Поставьте знаки, что строительные отходы нельзя, что баллоны. Вот лежат баллоны полгода, да? Автомобильные шины. Что это за порядок такой? Грегора 4. Запишите, подъедьте, посмотрите. Прорыли канавы машины, что уже накидали там каких-то этих, ну, асфальтных этих таких блоков, чтобы эту канаву прикрыть как-то. Всё равно туда заезжают ставят. Ну, поставьте знаки, что сюда нельзя заезжать и разворачиваться. Что нельзя мусор завозить строительный. Что нельзя баллоны завозить сюда, да? Хоть как-то организуйте, оформите площадку. Что ж, прав за всё это, да? Установите видеокамеру хотя бы, да? Можно же на углу дома. Тут и слабо. Спасибо. Тоже позор. Слаб на такой свалке повешен, да? Спасибо. Ваш вопрос понятен. Со свалками будем бороться. Ну, конечно, было бы правильнее, если сразу сначала обратиться в исполнительную дирекцию и выяснить, что за ситуация. И мы только против этих свалок. И такие свалки создаются в многих местах, и это нас не устраивает. Сейчас по новым правилам, если это вообще частный собственник земли, там есть мусор и свалка, то двойной налог на собственность – это раз. Два, к примеру, тот же самый флагман радиотехника, который когда-то в Иманте был выдающимся и прославленным заводом. Сейчас сделали его всю территорию свалкой, мы сейчас ему тоже двойной налог, и собственники практически не могут разобраться, что происходит. Им антисвалку сделали, да? То есть, поэтому это только совместно с рижанами мы о этом боремся. И сейчас месячник чистоты, как я говорю, который мне очень не нравится, когда одни мусорят, другие убирают. В любом случае, я записал, я думаю, что правильнее не сразу, как это гаубицы по воробьям, да, но сначала тогда обратиться в исполнительную дирекцию и понять, где это, скажем, ситуация. Хотя «Полтком» – это очень популярное радио, и все сюда звонят. Спасибо за рекламу. Следующий звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Я хотела бы попросить господина Энрикса, вот у нас в центре я живу, на АВТ-40, у меня окна выходят во двор АВТ-42. Вы знаете, мы хотели бы попросить поставить забор, отгородить этот двор от улицы. Сюда приходят просто в туалет. Здесь окно открыть невозможно. Приходят компании, распивают алкоголь. Возможно такое? Конечно, возможно. Только для этого, чтобы забор поставить, ну, вам надо, ну, скажем, сколько квартир вы имеете в доме? У нас, ну, тут трехэтажный дом и окна еще из четырехэтажного дома выходят. Не-не-не, в самом доме, который оградит эту территорию, ну, примите больше 50% решения. Ну, соответственно, если это наше Рижское домоуправление... А если это хозяйский дом? Это Рижское домо, да. Земля, там просто окна, у нас окна выходят в этот двор. Мы сами заказывали контейнер, чтобы очистить этот двор. А бутылки тут летом приходят бомжи и ночуют. Мы сделаем забор, не в этом дело. Тогда надо просто договориться с домоуправлением о том, как это все организовать. Я считаю, что... А, возможно? Конечно, возможно. Конечно, есть некоторые дома, которые принимают решение, что туда другие машины не заезжают. Они, скажем, делают этот закрытый въезд, чтобы парковать, ну, скажем, где просто дворы используются как парковка, они довольны, ставится дополнительная вещь. Да, определенный двор такой. Обратитесь в домоуправление, и я думаю, что этот вопрос будет решен. Если нет, тогда вот обращайтесь ко мне. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Если можно, тогда тут еще вопрос, простите, в том, что сегодня вступают в силу новые какие-то льготы карты Рижанина, так называемые, да, и, то есть, расширяются как бы ее возможности. Там разные направления идут этой карты Рижанина. Одно дело, это как проездной билет, это касается вот этого, то есть, часового билета. Другое – это льготы, касающиеся тех или других, ну, скажем, частных компаний, которые хотят сотрудничать с Рижской картой, ну, и предлагают свои услуги. То, что касается и то, что касается и Янтарного берега, или то, что касается Нарвасена, или какого-то другого частного компании. То есть, когда Рижская карта заключает, то есть, это как бы дополнительные, ну, такие плюсы, что те, которые имеют эти карты Рижанина, они имеют определенные скидки. Так же, как в самоклинических поликлиниках, или в первой больнице, или, скажем, в каких-то частных, ну, будем говорить, фирмах, ну, мы можем только вести эти переговоры и добиваться его, ну, такой совместного сотрудничества, да, это не может быть административным указом, что кто-то что-то обязан давать, какие-то скидки. Поэтому, первые эти скидки вступают в силу, это постепенно, в течение года могут быть, как договора подписываются, так двигаемся вперед, плюс часовой билет с 1 июля. Хорошо, а о размерах этих скидок тогда надо узнавать тех, наверное, наших денег? Ну, Янтарный берег представляет 10%, наши поликлиники 5%, конечно, это все можно узнать, это заходя также в интернет, там, сети, как бы, эта корзина всех благ и возможностей там и фиксируется. Так, мы примем вопрос, наверное, успеем. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, здравствуйте. Добрый. При всем уважении господина Америкс и господина Ушаков, который отсутствует в студии, хотел узнать... Это голос Америкса, но когда голос Ушакова, тогда он не присутствует. Вы все равно занимаетесь муниципальными делами в команде. Вопрос вот такой. Дело в том, что нужно было декларироваться в Риге, в связи с этим, что семья из двух человек могла получать скидку на детей в плане на... Налог на недвижимость, налог на недвижимость. Да. Вот и происходит такая вещь, что маленький нюанс, что если семья состоит, вернее, не имеет эту квартиру, а снимает, то пролетает с этим налогом. Неважно, трое детей, четверо, пятеро, они пролетают. Они не имеют недвижимость и пролетают еще... Ну, плюс имеют налог. Ну, я поясню немножко эту ситуацию. Я понял, о чем речь. Да, согласен. Ну, наверное, после перерыва, да, я... Это более длинно. Я поясню, что мы еще собираемся делать и какая ситуация. Еще раз мы возвращаемся к этому налогу на недвижимость и еще раз поясню. Если сегодня имеешь приватизированную квартиру, ну, то есть ты являешься собственником, ну, то есть, по сути дела, это та ситуация, которая в основном рассчитана, потому что большинство, ну, квартир является собственникой. А тогда идет этот 0,2, 0,6, 0,8, этот соответствующий тот же самый платеж. И на эту льготу еще количество детей, там, один ребенок 50%, с этой льготы, или два ребенка 70%, три ребенка больше 90%, то есть как бы льгота на льготу. Да, сегодня возникает вопрос по несколько группам рижан, скажем, те, которые арендуют. Те, которые арендуют, ну, для них, если они декларированы, то все равно идет обыкновенная ставка. Но на сегодня... То есть пониженная ставка. Ну, пониженная, да. А то, что касается, скажем, льгот на льготы, то есть за детей, то мы сейчас будем это осенью рассматривать только в будущем, да. То есть там много этих нюансов, касающихся чисто юридической, ну, скажем, трактовки того, как мы можем как административно, скажем, каждого человека как бы сосчитать или учесть в этом. На данный момент, да, для арендаторов льгота на льготу не действует, да. Ну, есть шанс, я надеюсь. Не, ну, шанс всегда есть. Следующий звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотела бы поблагодарить за бумажную фабрику «Юглую» детскую площадку. Наконец-то. Наконец-то. А второй, и вопрос тоже один по бумажке. Не знаю даже, куда обращаться. От остановки возле 226-го дома за газовым домиком, за газовой станцией спускается вниз просто каменная лестница. Лестница, это к этому... Она разбита... Я знаю, да. Просто там люди по этой лестнице идут к домам, которые дальше в глубине лежат. Вот лестница разбита, и по ней еще не пройти. Вот просто положить что-то другое там. Будем стараться. Это исполнительные дирекции. Пока там немножко права собственности, то есть полностью не ясны, касающиеся этой земли. Поэтому уточним это тогда. Я знаю, о чем вы говорите сейчас. То есть будем решать в течение этого года. Да, потому что там затруднен проход у всех, там много стариков, там просто трудно пройти, иначе либо далеко обходить. Я думаю, в течение этого года мы решим. И вопрос, касающийся имманты. Раньше это было Зентонос, сейчас, по-моему, Маза Круму. 14-й дом, и вот там либо 12-й, либо 16-й идут. Тот дом, который ближе всего к детскому садик. Вот все дорожки внутри домовой коробки починены, а одна дорожка осталась... Не починены. Не починены. И непонятно... Вот просто одна осталась не починена. Все остальные в округе сделаны. Вот непонятна логика. Ладно, спасибо за бдительность. Не могу сейчас комментировать. Почему она не починена? Там на велосипеде малыши ездят, там просто не проехать. Ну, понятно. Хорошо, я посмотрю. Так, у меня тогда еще вопрос по поводу того, что сегодня объявили конкурс, результаты конкурса на финансирование рижским самоуправлением реставрационных и восстановительных работ памятников культуры. О каких памятниках речь идет вообще? Ну, это программа, о которой мы тоже на этой студии говорили. В феврале объявили этот конкурс, касающийся в этом году первый раз, и первая такая программа, можно сказать, уникальная для Риги. Что мы обещаем софинансировать ремонт фасадов тех домов, которые являются архитектурными памятниками или находятся в тех территориях, что являются архитектурными памятниками. То есть, они частные, да? Они частные. Государство мы не будем софинансировать. Это частные, это принадлежащее частным лицам, это принадлежащее, ну, скажем, общественным организациям. И надо сказать, что вот сейчас завершился сегодня этот результат, 55 заявок на 300 тысяч евро. Какой принцип? Принцип очень простой. То есть, мы, если полностью ремонтируется фасад, сфинансируем до 14 тысяч евро, как бы возвращаем, когда работы сделаны. А если сделана какая-то часть, скажем, он как проект сделан, там, скажем, входные двери, там, починить или окна, тогда до 5 тысяч евро Рижская дума своего бюджета возвращает. Исходя из этого, мне очень радостно, что продвинулись, скажем, много, ну, разных, скажем, организаций, деревянной архитектуры, которые, в принципе, очень дорогостоящие, чтобы его переводить в порядок. В Калцимском квартале. Надо сказать, что я рад, что, скажем, ну, я назову адрес экспорта 4, жилой дом, 39 квартир, если правильно помню. Объединились все, договорились, то есть, оплатили даже какие-то там долги были. И стартанули на ремонт фасада. То есть, чтобы договориться, 39 квартирам, это уже, ну, на рекорд Гиннеса тянет. То есть, поэтому мы очень рады, когда вот есть такая, ну, как бы гражданская активность или инициатива, и тогда есть смысл поддерживать. Тем более, что эти деньги идут от тех, может, двойне наложенных налогов, где неприведенный порядок территории, здания, которым 3% поставлены эти налоги. Поэтому я могу только сказать одно, я поздравляю, и я могу сказать дальше, что почитайте в интернете об этом. Можно получить консультации в департаменте собственности Рижской думы. И мы собираемся уже в ноябре объявить конкурс на следующий год. И думаю, если нам удастся, то где-то уже полмиллиона будем ставить евро в эту программу, чтобы в таком виде способствовать, ну, с поддержкой Рижской думы. Сохранение исторического лица города. Ну, да, и приводились порядок фасады, входные двери. То есть, я думаю, что если есть желание, потому что и свои деньги надо вкладывать, не только рассчитывать на бюджет. И тогда нам, я считаю, это очень хороший такой, ну, скажем так, опыт, который позволяет думать, что и в следующем году будет много разных желающих. И там и церкви, и общественные организации, и кооперативы, и отдельные, скажем так, адреса, принадлежащие частным лицам. В любом случае, да, эта поддержка есть. Самая меньшая сумма поддержки там была, если правильно помню, 900 евро. Самые большие – это 14 тысяч евро. Так, у нас звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Хотел бы поблагодарить за сделанные парки в районе улицы Сахарова. Это Березовая роща. Да, три этапа. Да. Вот остается непонятным вопрос. Дорожки вдоль этих парков, ну, как тротуары по улице Сахарова, они в ужасном состоянии находятся. Не сами вальта, ямы. Да, знаем, знаем. Мы думаем, во-первых, уже три года это проект, который продвигается от полностью, скажем так, загаженной территории, где-то Березовая роща. Сначала Сахарова одна сторона, где 80-я школа, после этого Сахарова другая сторона, где, ну, даже в Игуле, то есть площадку для выгуливания собак даже сделали, да. Да, конечно, сейчас на этом фоне тротуарные дорожки возле Сахарова выглядят, ну, скажем так, сравнительно очень бедно. Да, это уже не функция исполнительной дирекции, это уже и другое финансирование, это департамент транспорта. Мы планировали улицы Сахарова делать с карманами для стоянки машин. И план был такой, что в определенных местах, где есть эта зеленая зона, ну, как зеленая зона, между тротуаром и улицей Сахарова дополнительно, чтобы в дворах, где нет места для машин, мы дополнительно делали бы этой карманы. Улица Сахарова одна из пилотных улиц, где мы собираемся это делать, и тогда вместе с этим приводить в порядок и тротуары. Я не уверен, что нам это полностью удастся в этом году, но в следующем году точно. Короче, все еще впереди. Ну, конечно. Добрый вечер, моя, слушаем. Алло, добрый вечер. Пропали. Пропал звонок. Тогда я воспользуюсь небольшой паузой, мне обязательно нужно сообщить. А интернет у нас не пишут? Они там все время обижают нас по интернету. Позвольте, я все-таки... Хорошо. Нет, тут почему-то нет. Хорошо, ладно. Так, во время благотворительной ярмарки «Вкусности», которую в субботу, 16 апреля, проводили программу «Зеленая лампа», всем хорошо известная, радиоболткома журнал «Лилит», получено 2936 евро 37 центов. Вся собранная от продажи сладостей сумма пойдет на оплату срочной операции 10-месячному Саше Канте. Сегодня организаторы вскрыли ящики с собранными деньгами, три бухгалтера провели инкассацию и запечатали деньги в специальные пакеты. Сегодня же деньги поступят на счет для оплаты операции маленькому Саше, которому назначена она на этот месяц. На этот месяц, с учетом всех собранных ранее денег на счету мальчика взъеда ТЛВ, теперь вся необходимая сумма есть в наличии. Огромное спасибо всем, кто участвовал в ярмарке, и спасибо всем, кто помог малышу, которому будут в скорости делать операцию, так необходимую для его не только здоровья, но и жизни. Очень приятно. Так, еще звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы господину Америксу задать вопрос. Пожалуйста, слушаю вас. Расскажите, пожалуйста, вот я автолюбитель, да, меня очень интересует перегресток улицы Илукстес и Лубанас. Помнится, два или три года назад вы говорили, что какие-то проектные работы там проводятся по поводу того, что будет левый поворот с улицы Лубанас на Илукстес. Вот ответьте, пожалуйста, если можете, на этот вопрос. Спасибо. Если я правильно сейчас в голове представляю ту карту, о которой мы говорим, то эти левые повороты нам специалисты по транспорту говорят, что... Запретили. Запретили. Говорят, транзитные улицы, они, то есть, влияют на безопасность движения, поэтому Рига обязана на транзитных улицах, я говорю, то есть, отказываться от этих левых поворотов. И мы с этой идеей, ну, как бы, остались одни. Так что, увы. Ну, все понятно, большое спасибо, значит, ничего ожидать, никаких улучшений по поводу транспорта. В этом смысле пока нет, пока не изменится, не изменится, ну, скажем, отношение. Ну, там есть много нюансов, я еще раз повторю. То есть, нет, такого, что желания не делать, такого нет, чтобы поняли. То есть, сегодня идет дискуссия вообще об организации транспорта по транзитным улицам. То есть, да, есть возможности, где, ну, как бы, делать третью полосу, поворачивать, ну, когда за счет зеленой, средней зеленой зоны. Но если идти речь о том, где вот эти левые повороты позволить, то сегодня, скажем так, объем транспорта, то есть, то, что специалисты посчитали в Риге, и возвратился обратно на уровень 2008 года. Хотя, может быть, ну, так визуально я тоже это не чувствую, но, то есть, специалисты, которые считают или как-то определяют количество автомобилей, то есть, их не стало больше, их возвратились эти когда-то, эти очень хорошие годы, когда, ну, может, не каждый студент, но имел очень много машин, сейчас заезжают в Ригу. Поэтому, то есть, исходя из этого, ну, то есть, специалисты по организации движения считают, что этот левый поворот сегодня увеличивает аварийную ситуацию, ну, и мы, скажем так, остаемся с идеями левых поворотов одним. Ну, зато его отсутствие, как бы, осложняет жизнь автоводителем, несомненно. Еще звонок, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Хотел бы вернуться к улице Баррена. Значит, в правилах дорожного движения и в административной ответственности водителей прописано, что если водитель поставляет свою машину на дороге и для проезда мимо его машины остается меньше трех метров, то он несет за это ответственность. Сейчас, после художества на Баррена с этой велодорожкой, ширина проезжей части 2,60. Она не отвечает даже нормативам по правилам дорожного движения. Расстояние между велодорожкой и путями трамвая. На вопрос, кто принимал решение по организации такого рода разграничения на Баррена, это хотя бы чуть-чуть они проверяли нормативную базу. Перед строительными работами. И второе вопрос по поводу Валдемара. Значит, давно хочу его задать. На Валдемара ширина тротуара, если мы берем от Калпака до Дунтес, в некоторых местах достигает 6 метров тротуар пешеходный. 6 метров, с учетом деревьев и всего остального. Но водителям, чтобы ехать в два ряда в каждую сторону, не хватает буквально 30 сантиметров, чтобы разминуться с троллейбусом. У меня вопрос. Зачем 6 метров тротуаров на Валдемара, где ходят максимум 2 пешехода в час? Спасибо. Я согласен. Но вернемся сначала к Баррена. По Баррена, надо сказать, это специфичная улица, в которой у нас идет и трамвай, и автотранспорт, и сейчас велосипеды едут. Вот, надо сказать так, Баррена в таком виде, конечно, там строителям еще очень много, что надо сделать, чтобы это качество сегодня соблюсти. Сейчас им поставлен срок 1 июня, до которого они все свои недостатки должны устранить. И все равно в этом году Кишан Баррена будут переделываться тротуары, полностью переделываться, чтобы их привести, соответственно, от тем требованиям, которые есть. То, что касается вот этого 2,60 или 3 метра, да, Кишан Баррена есть такой ширины, какой оно есть. И то, что мы видим, что Кишан Баррена не будет скоростной дорогой. Раз. То есть у Кишан Баррена идет трамвай, идет машины, и скорость на Кишан Баррена будет 30 км в час максимально. Дальше, если мы хотим говорить о том, как двигаются те или другие средства, то могу сказать, что они двигаются под тем предложением, которое есть друг за другом. Может ехать машина, за машиной велосипед, за велосипедом еще машина. То есть в таком виде, да, это не транзитная улица в таком смысле, что проехать с одного конца на другой. Это сегодня мультифункциональная, то есть многофункциональная улица, которая в себя вмешает. Все те, ну скажем, труды, которые в центре города для каждого существуют. То, что касается вопроса по Валдемара, я могу сказать, что я полностью согласен. Мы сделали сейчас проект, проект расширения улицы Чака, Чак-Марьез. Там тоже определенное количество тротуары, чтобы увеличить на, ну я сейчас не ошибусь, там 10 или 15 сантиметров или 20 сантиметров проезжую часть, чтобы два, ну было соответственно, две полосы. И соответственно, этот проект час в суде обжаловали те же самые велоорганизации, велолюбители. Сказали, что они не согласны с таким подходом, что на эти 15 сантиметров сокращается тротуар. Ну, будет суд, мы будем защищать свои аргументы того, как правильно организовать. Скоро Риг будет вообще с городом велосипедистов. А потом, то, что касается Валдемара, я согласен, Валдемара практически тоже надо изучать, где можно изменить этот объем тротуара, увеличив проезжую часть. Для этого нужен проект. Конечно, мы будем спорить и с другими видами транспорта, в том числе и с велосипедистами, но согласен, у нас, ну, скажем так, на Валдемара практически полторы полосы некоторых мест. Так, последний звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Что-то вот все время пропадает. Один, там одна линия пропадает. Здравствуйте, алло. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Господин, а мы хотим сказать про улицу Тумас. Тумас? Пардалгова. Пардалгова. Да, Пардалгова. Она идет от Лифцема и, я не знаю, как считать, средняя часть Запиньканского кладбища или задняя часть. Скорее всего, если смотреть со стороны города, то передняя часть. А там вообще совершенно разбитая. Она идет, как минимум, до улицы Малу. И сейчас очень много людей едут из Запиньканского. По этой маленькой, очень разбитой дороге. И, ну, большой, поставьте с утра и вечером счетчик, и вы увидите, что там очень большой поток машин. И с ней надо что-то придумывать, мне кажется. Да, я принимаю, что на сегодня есть несколько десятков таких улиц, которые требуются. С удовольствием вы сразу всех отремонтировали, если у нас хватило бы ресурса. В любом случае, спасибо за сигнал. Будем смотреть. Ну что ж, наше время практически истекло. И мы должны сказать, что следующий понедельник, к сожалению, я не буду. А потом опять 2 мая я в вашем распоряжении. Тогда будем дискутировать дальше, как нашу Ригу сделать лучшую. Да, и вы, надеюсь, ответите на те вопросы, которые... Я записал, конечно, я, ну, не столько компьютер, что в голове, ну, каждый адрес держать. Нет, 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 я на этом не настаиваю. Я говорю, что к следующей встрече вы надо. Хорошо. Спасибо всем, до свидания. Спасибо.